Новости читает даже Ваня Органт По бумажке Человек не может представить, как выглядит реальная картинка бытия, поскольку он может видеть менее 1% от электромагнитного спектра и слышать не более 1% от акустического. 90% клеток в вашем теле работают в симбиозе с микроорганизмами, которые имеют собственную ДНК и не являются вашими. Атомы в вашем теле представляют на 99,9999 пустое пространство, и ни один из них не является порождённым вами. Все заимствованы из бывшего звёздного вещества, когда-то возникшего в чреве взорвавшейся звезды. Человек имеет 46 хромосом, на 2 меньше, чем картофель. Радугу человек показывает как бы только себе. Её существование связано с особенностями человеческого зрения и зависит от конических фоторецепторов в ваших глазах. Для других живых существ, не имеющих подобных конусов, колбочек, радуга вообще не существует. Таким образом, вы не просто смотрите на радугу, вы создаёте её. Это довольно удивительно, особенно если учесть, что все красивые цвета, которые вы видите, составляют менее 1% электромагнита. Мысль довольно банальная, но она связана со многим в жизни нашей. Мы бережём себя. И бережливость — это чаще всего выливается в продолжительность. То есть, когда ты что-то бережёшь, ты больше живёшь, если это про жизнь. Экономия, как бы. В свете сказанного мысль банальная, как я уже сказал, и мы как звёзды, люди как звёзды, излучают. Если мы состоим из атомов взорвавшейся звезды, а это, скорее всего, так, то наша жизнь — ничто иное, как излучение, а пратно этой материи, которая была один раз упорядочена при вашем рождении. Чем ярче ты живёшь, тем ярче светит звезда, тем ярче человек. Но ты быстрее сгораешь, больше излучая, ты быстрее расстаёшься с той энергией, которая тебе есть. Распадаешься, да? Быстрее распадаёшься? Распадаёшься. А разве говорят, что энергия… Ты получаешь энергию, когда отдаёшь, то есть обмен какой-то происходит, и в тебе новая энергия. Ну, знаешь, даже в общении между людьми это заметно. Вроде бы потратил энергию, а от зала, певцы часто говорят, от зала зарядился энергией. Сам потратил. Почему я так говорю? Я думаю, они не врут. То есть они это чувствуют? Думаю, да. Я это тоже чувствовала на себе. Когда тратишь энергию, вкладываешься, но бывает, она возвращается с большей силой. Бывает – нет. Зависит. Это абсолютная псевдонаука. В ней нет никаких фактов. Но я это чувствую? Чувствуешь. А что такое чувство? Чувство – это псевдонаука. То, что нельзя измерить. Ну пусть псевдо, но они же есть. Чувства есть, но это не энергия. Тебе может быть… Твой организм… Ты можешь умереть от истощения с улыбкой на уфтах. И будешь чувствовать до последнего момента, что у тебя куча энергии. Да? Да. Как это? Ну самый больной пример – это наркоманная. То есть ты чувствуешь, что у тебя куча энергии? Могу умереть от передозы. Но он же в момент этот не чувствует, что у него куча энергии. Он чувствует эйфорию. А если ты не чувствуешь эйфорию, а чувствуешь прилив сил? Это энергия или это просто чувство? Прилив сил можно измерить. Способен ли ты с этим приливом взять и пробежать 5 километров? Ну да, можно, но только мы обычно этого не делаем. Так, в общем, вопрос в том… Нет, нельзя. Только ли тратим мы энергию, если ярко живём, или мы заряжаемся в этом процессе энергии? Как ты думаешь? Несомненно, чтобы получить энергию, нужно что-то делать. Изначального импульса при рождении недостаточно, и он быстро затухает. Именно поэтому была придумана утренняя гимнастика, которая номинально именно является доказательством того, что тратя энергию, ты её обретаешь. Но у этого есть физический процесс, объяснение логическое. То есть, занимаясь утренней гимнастикой, ты улучшаешь кровоснабжение, мышцы становятся более эластичные, хрящи становятся более подвижные, тело разогревается и способно переносить большие перегрузки. А если человек живёт ярко, вот ты говорил, что звезда, ну, как со звездой, то есть, чем больше ты излучаешь, тем больше тратишь и, соответственно, быстрее распадаешься, так? Так? Это я правильно поняла твою мысль? И что, если человек живёт ярко, но, ну, например, он организует праздники, вот это его работа, это яркая жизнь для тебя? Ну, артист, выходящий на сцену, он, несомненно, тратит энергию, тратит калории, там, подсчитывает, сколько он там с потом выходит совсем. И это своего рода гимнастика. То есть, то, что хорошо для тела, хорошо для духа. Организация праздника не всегда хорошо для тела. Совершенно. Поэтому, какой бы эффект тебе не внушали благодарные твои клиенты, что было так круто, и ты, смотря на свой банковский счёт, куда упала большая сумма денег, ты можешь не испытать большое удовольствие, потому что ты просто банально устал и истощён. А если ты путешествуешь по всему миру, ну, как бы не гонишься так уже, чтобы напрягать свой организм, просто путешествуешь в своё удовольствие, ты ярко живёшь? Ну, несомненно, да. Яркость — это процесс относительный. Как же он растрачивает больше, чем неяркая жизнь? Не понял. Ну, была же гипотеза в том вначале, что человек, чем ярче живёт, тем больше себя тратит, как излучает и, соответственно, тратит. Нет, там связь была другая. То есть, если он ярко живёт, то, соответственно, это яркость свечения. Но это не влияет на то, как быстро он распадается? Влияет. Я эту мысль хотел сказать в качестве примера хотел привести именно собак. Собак, котов. Они в домашних условиях могут жить очень долго, хотя их жизнь довольно скучная. Просто они накормленные, утепленные, защищённые. То есть, им не нужно омёрзнуть, им не нужно добывать пищу, голодать. И они доживают по 17, по 20 лет. В неволе они так не живут. Как это объяснить? Я думаю, что человек примерно точно так же. Если жить ярко, то больше стрессов? Так что? Стрессами не объяснить это всё. Существует только связь. Есть вход и выход. Я вижу, что это есть, что люди, которые тратят себя, они живут меньше. Но опять же, это процесс относительный. Тратить можно с умом. И никто этого не заметит. И при этом ярко. Что ты сильно потратился, или наоборот, мало потратился. А эффект будет большой. То есть, мы приходим к понятию КПД. То есть, у каждого человека он разный. У кого-то там за один присест получается 1 миллион долларов. Или там 1 миллион спасённых человеческих душ. А другой за один присест просто покакает. Ну, я на самом деле не знаю про кошек и собак. Живут ли они дольше на воле? Ой, вернее, меньше на воле. Может, они тоже 18 лет живут? Если только их не съест. Нет, это доподлинно известно, что животные живут в неволе больше. Дольше. Дольше и больше. А, так значит, на обратный эффект. Чем больше они тратят себе, тем больше они живут. В неволе, я сказал. Да. В неволе меньше. Взять там же дома престарелых, в которых люди живут бесконечно долго с помощью этих капельниц. Тоже не знаю. С помощью капельниц, лекарств, фармацевтики. Бетерикса. Бетерикса. Субтитры делал DimaTorzok